А, да-да-да, вот они заходят. Смотрите, вот это одна камера получается, а вот тут я... Ну что, как у тебя там в школе? Нормально, все. Пациентка хорошая. Ммм, хорошо. А что тебе там задали? Да, вот в английский. Он чуть слова на 218-й странице. Смотрим. Ммм, понятно, вот отсюда. Замечательно, общается. Все в порядке. Да, вроде нормально общается. В общем-то... Блин, что-то так жарко. Хочешь пить? Да, давай, спасибо. Спасибо. Короче, смотри, почти 15 тысяч кубков поднял. Ты серьезно? Да. Это ж сколько ты играл. Ты и ночью, и днем играл. Ну, можно сказать, да. И спайка хочу на 25-й лайву поднялся. Слушай, ну, лучше бы ты уже в той самой школе это все получил. Ты в будущем знаешь, как поднимешься, ты станешь бизнесменом, может, вообще полетишь за границу. Там найдешь все, что угодно, купишь себе дом, будешь там выучишь английский язык, конечно же, это ж мировой язык. А, вот это в Бравл Старсе, ну, да, там, типа ты топ, все остальное, но лучше уже все-таки учиться, а потом там можно, когда уже там на старости, можешь играть, как хочешь. Тебя ж никто не будет запрещать. А сейчас нужно пока что учиться. Короче, вот пришельцы. Ничего себе. Вот, вот, это одиночное столкновение, вот тут очень много режимов. Серьезно? Да, а вот тут режим, это с инопришелемцами. Вы говорили, он вообще молчаливый, да, стал? То есть не говорил. Да, это вообще очень крутое обновление, мне это очень понравилось. Слушай, давай зайдем на этот сервер, ты выгонишь всех игроков, мы можем вместе один на один дольку сыграть. Ну да, можем, конечно, без проблем, у меня шагмин все-таки. Слушай, чай хочешь? Да нет, я не хочу. Окей, хорошо. Да вроде все нормально здесь. Угу. То есть может он при вас что-то происходит, он по-другому себя ведет? О, Соня. Алло. Да, я дома. Кто-то ему звонит, я смотрю. Хорошо, давай, жду. Давай. Короче, смотри, мил прикольный нашел. А ну давай. Смотри. Прикольно. Ну, я недавно скачал новую игру, это называется «Вей, ты дашь» и... О, у меня она тоже есть, давай поиграем. Ну давай, я себе проходил, да, давай, я как раз сейчас проходил. Подожди, кто-то пришел, сейчас приду. Хорошо. Хорошо. Привет. А что, Арсану, твой брат будет? Да мама сказала за ним присмотреть. Как у меня он уже задолбал, бесит меня. Ты садишь, пойди лучше подогреться. Не хочу. Давай, иди воды принеси, быстро. Ну ладно. Так это же Соня. Да? Да, кто тут? Давно она у нас уже не была. Они в последнее время не общались, смотрю, опять подружились, наверное. А кто такая Соня? Ну, это моих знакомых, они из хорошей семьи, девочка. Они дружили одно время, потом как-то рассорились и... О, наконец-то. Чего так долго? Чего так долго, серьезно тебе? Так долго, мне уже капец. Я вообще не хотела эту воду тебе есть. С полетом. С полетом. Да и сесть. Что-то, что с ним, как-то он странно вообще с ним говорит. Как в школе день пошел? Нормально все. Двуки есть? Нет. Берешь? Ну, только одна за сегодня. За то, что урок прогулял. Точно? Да. Могу даже показать. Так ты еще и прогульщик? Нет. Я случайно. У нас звонок на перемене не с работом, его отключили. Охранник забыл его включить. Я отключил его. Мало не верится тебе. Мне тоже, что мало верится. Мне кажется, ты просто пошел со своими дружками и гулял прогуливал. Нет. Даже если ты... Футбол точно нужно играть. Точно, футбол. Очень странно. Давайте посмотрим. Футбол. В куда? Ты... Даже если ты один день прогулял, ты уже можно считать прогульщиком. Помню. Да. У нас же мама один раз сказала, что можете не пойти в школу. И меня... И меня ты так не называют прогульщиком за один день. Значит, я не прогульщик. Зачем мы говорим в урок уже пошел? Ну? Так значит, ты у нас такой дворщик и прогульщик, значит. Давай неси быстро дневник или зоши. Сейчас посмотрим. Ну ладно. Давай, давай. Боже, он такой неудачный. Что, кипец? Дворщик и прогульщик. Помню. Я просто шел. Все врасли. Давай быстрее. Что ты так... Видите, да? Данил. Он разговаривает как-то с ним очень грубо. Ну, только что же он вам воды предлагал. Эй, что ты так не тормозишь? Давай быстрее. Показывай. Ой, Зош. Дай сюда. Так, немецкий. Что тут? Пропущено, да. Что тут? Пропущено. Это друзья. Они все стерли. Они все стерли. Не оправдывайся. Ты ручкой писал. Не оправдывайся. Боечник ты. Там было и карандашом. Там где знак вопроса. Это друзья меня стерли. Что ты мяблишь? Тут ничего не написано. Тут даже... Если тут карандашом было написано, то было все стерто. А так и нет. А чего он так поменялся вообще? Как-то рядом с ней. Короче, боечник и прогульщик. Сейчас есть одна тема. Есть одна игра такая. Крокодил. Хоть тут не подведи меня. Правила, я надеюсь, ты знаешь. В группе тут немецкий. Двоечник. Короче, правила такие. Вы их все знаете. Крокодил. Нужно смотреть на карты. И смотреть на карты. И показывать, кто там есть. У кого не получится, то ты проиграл. Понял? Все, начинаем. Ну, я как-то не очень хочу играть. Я не буду, наверное. Ты куда пошел? Ну, касяй. Быстро сел. Сейчас будешь играть. А то иначе мама придет, я ей все расскажу. Что ты двоечник и прогульщик. Быстро сел обратно. Сейчас будем играть. Посмотрите, обзывает его, что он двойки получает. Он хорошо учится вообще? Да, отлично он учится. Видите, он какую-то двойку получил и боится вам признаться из-за этого. А тот на этом сыгрывает и... Ну, ладно. Только маме мне рассказывать. Хорошо, все, давай. Так, давай я тебе в этом карточке вот, смотри. Вот он грубый стал совсем сразу, резко так. Я вообще не понимаю, как такое может быть. На, держи. Вот эти карточки. Тебе вот эти двоечник и неудачник. На, я не двоечник. Мы видели уже. Тетрадь. И это мне, да. Ребята, у меня классная для вас новость. Я запустил свой крутой курс по ютубу, где более 70 уроков. Где я лично беру вас за ручку и продвигаю ваш ютуб канал. В этом курсе много полезной и классной информации. И самое главное, я научу, как зарабатывать на вашем ютуб канале. Как выводить эти деньги себе на кэш и покупать все, что вы хотите. В ютубе я уже более 6 лет. У меня своих личных 10 каналов. 3 серебряные кнопки и 1 золотая. Поэтому я знаю в этом толк. Чем ютуб круче тиктока и инстаграма? Потому что это единственная площадка, которая платит вам за просмотры. Ребята, ссылка на мой курс будет в описании. Залетайте. Учитесь вместе со мной. И мы продвинем ваш ютуб канал. Погнали. Что? Что ты стоишь? Давай нам показывай. Давай, двоечник. Ну там такое слово. Так с ним говорит. Вот это будем играть. Давай садись. Громко. Ну как-то вообще поменялся у него тон. Ну так давай показывай слово. Вот я показала. Я вот нормально показываю. Боже, какой ты такой. Серьезно, давай на другое слово покажу. Как-то очень грубо она с ним общается. Такое было вообще? Да никогда не было. Я глазам своим не верю, что такое вижу. Что? Что такое? Нет, не нужно. Руками показывай. Нормально показывай. Давай. Ну вот, ну вот. Оно стоит и у него вот тут растет что-то. Что это? Зеленое такое. Зеленое такое. Что? Зеленое такое. Зеленое такое. Нет, не пусто. Ну покажи. Покажи нормально. Нормально показывай. Или другое слово. Давай. Ну другое слово. Двое. Вот вот когда ты едешь или просто стоишь и вот смотришь. А кроме того, нет. Ты хоть что-нибудь знаешь. Ты без слов должен показывать. Понял? Вот так все. Что ты стоишь? Ну вот так вот. Вот смотри. Что тебе за брат такой дурак? Даже нормально показать слово не может. Да я не знаю. Он вообще какой-то тупой в отличие от меня. Я не знаю даже. Как-то он что-ли пытается самоутвердиться за счет брата. Как-то он его... Что? Это что это за? Боже мой. Какой-то что это такое? Ты нормально можешь показывать. Еще раз. Двоечник и прогульщик. А это точно твой брат? Да я приемный. Точно приемный. Точно приемный. Да ебный и тупой. Ну смотри. Прогуливай. Ты дворщик. Поэтому ничего не знает. И не умеет показывать. Точно. Я нормально вообще-то показываю. Нет. Я не нормально показываю. Что это такое? Вот что это? Нормально не можешь показать. Боже. Это вообще-то был бык. О, бык. Ты нормально его можешь показывать? Что это такое? Я нормально показала. Боже мой. Лучше б я уже показала. Нормально, это мы его узнали. Ну что б я уже показала. Давай я теперь лучше покажу, что ты. И Соня туда же. Соня тоже себя так не думает? Они что-то шутят с ним. Что-то я не буду понять. Писать? Правильно, видишь. Не то, что ты. Постоянно тупишь и не можешь нормально справиться. Ты постоянно не можешь. Ты вот это все делаешь. С тебя нормально толку ничего не выходит. Ты двоечник и прогульщик. Поэтому ты ничего не знаешь. Вообще тупой капец. Птица? Орел? Воробей? Давай, давай. Давай, я уже понял, кто это. Теперь посмотрим на тебя, какой это у нас отличник. Давай, кто это у нас? Это птица? Нормально подумай. Давай. Какая птица? Дядя? Боже мой, какой тупой, боже мой. У тебя вместо маска в что? Каша? Да. У тебя у него каша по-любому. Тогда что нормально? Ты не дарь на слово отгадать не можешь. Боже мой, какой тупой. Ну ладно, тогда еще раз. Я попытаюсь. Давай быстрее, медляр. Тормоз полный. Что? Ты кто-то прогоняешь? Ты нормальный человек? Что это такое? Ну подумайте еще, я хорошо показал. Боже мой, какой тупой вообще. Нет. Ты нормально не можешь ничего показать. Что ты показываешь? Потому что ты не можешь это все сделать нормально. Дорогой, я хорошо показываю. Ты плохо показываешь. Да не то, что плохо, ты вообще ничего не понимаешь. Я с друзьями играла, они понимают. Потому что они такие, как и ты. Потому что вот это, блин, свое, вот это делает, так же самое показывают. Ну вот, непонятно, показал. Ты прогоняешь кого-то. Ты нормальный человек, что это такое? Это был такой. Боже мой, посмотрите на него. Он же полностью пиздает. Ну берешь топор в руки и что-то рубишь. Это же топор, легко отгадать. Боже мой, я не понимаю, как с таким братом можно жить вообще? Так, мне кажется, что это все из-за девочки, из-за этой Сони, как вы говорите. Она к нему пришла, он вообще поменялся, совсем другой стал. Ну ладно, я еще попробую, посмотрю потом. Давай быстрее тормоз. Выбирай быстрее тормоз. Такие дамы не заспустили. Я уже не знаю. Давай выбирай тормоз мелкий. Это не понятно. Это наш личный момент. Могу, господи. Я чувствовала, что что-то происходит. Боже мой, он такой никогда в жизни не покажет. А что-то, о чем тут говорить? Он никогда это в жизни не покажет. Он полный, он полный немощный. Он капец какой тупой. Я не знаю, почему ты такой тупой. Или нынешние слова показать не можешь. Что ты пиздела сидишь? Что, малыши, собери карточки. Давай. На, давай. Собирай, ты моя карточка расскажешь, что ты двоечник и прогулщик. Ну, что-то мы договорились с тобой. Не расскажешь маме, если я буду с вами играть. Ты не нормально играешь. Ты вообще не можешь нормально играть. У тебя вместо мозгов какая-то каша. Я не понимаю, как с таким человеком можно вообще в жизни жить. Ну ты что, брат, капец, как мне в моей жизни не повезло с ним. Давай. Я, конечно. Они же родные братья, да? Ну, конечно, родные. Конечно. И ты нормально со мной общался. Пришла какая-то Соня, и ты начал делать из себя какого-то крутого. Зачем мне с тобой нормально общаться? У тебя твои эти игрушки, она мне нафиг не нужна. Оно неинтересное мне. Мне лучше... Я капец какой умный, а ты вообще бездань. Потому что ты в своих этих играх играешь и такой... И он всегда такой милый, всегда мне мама, давай я тебе помогу, давай я там сделаю. Ты устала, отдохни после работы. А тут вот полная противоположность. Элементарное слово показать не можешь. Так мы же когда тут с тобой сидели до прихода Сони, ты говорил, я играю вот в эту игру. Я сказал, я в нее тоже играю. И мы вместе начали ее проходить. А сейчас называешь меня оттым из-за того, что я играю. А зачем она мне теперь нужна? Мне не нужны твои эти игрушки детские. Я взрослый, в отличие от тебя. Я не занимаюсь такой... Такой... Не знаю даже, чем это назвать. Я не знаю, как это называть. Ты просто... Я не могу просто ни слов подобрать. Ты просто ничего не понимаешь, кроме своих игрушек дурацких. Ты бездарный. Нету. Есть. Какая? Я бы тебе, например, воду принес. Если бы меня не было, я бы сама пошла. Ты ее нес, как... Я не знаю, кто. Можно было бы и то черепаха быстрее, чем ты. Ты капец, какой медленный. Даже улитка тебя бы... Еще и холодная. Так я не одобряю, как он мог над младшим братом. Да. Давай последнее слово показывай. Давай. Быстрее. Может еще и минуты. Товарищи. Товарищи показывай. Давай быстрее. Боже мой, какой бездарный у меня брат. Я даже братом не хочу. Давай, показывай. Что это? Рука. Рука. Что это? Локоть? Нет. Кость. Что это? Боже мой, какой бездарный человек. Какой ты... Боже мой. Ты полный... Свет получил. Боже мой. Я лучше бы даже того бомжа взял на улице, чем его. Я не могу из него просто. Они прикалываются? Шутят? Да это вообще не шутки. Какие-то шутки. Вот посмотрите. Младший брат. Ты ничего не можешь. Можешь не как прогулщик. И еще показывать нормально. Дивоз. Я просто в шоке. Как ты моим братом, боже мой. Боже мой. Боже мой. Шо, опередился? Давай. Что тебе? Так грустно, да? А ну быстро иди отсюда. Давай. Иди мамке жалуйся. Она тебя с опеки потерет. Там тоже, наверное, дарное слово было. Давай, брат. Господи, что за человек. Это такой еще брат. Давай. Давай, давай. Маменький сыночек. Давай. Теперь я где-то плаку, а то как-то скучно. Не дожди нам как-то заселиться. Хорошо. Эй, малой, а что ты так плачешь? Да успокойся ты, пошли. У нас только-только начинается лечебник. Нет, не хочу. Давай, у нас весело, я больше не буду. Что ты? Это просто пошутил. Шутки, понимаете? Ну да пошли. Ну что ты не хочешь? Давай, давай, пошли. Нет, не хочу. Все будет нормально. Пошли. Нет. Давай, давай, пошли. Почему ты у меня такая пижма брал? Я? Во-первых, я тебе не нравилась. Это тебе просто показалось. Я пошутил, и во-вторых, я пошутил. Так что давай, пошли. Пошли, пошли, давай. Давай, идем. Давай, больше не будет. Пошли, пошли. Так, короче, давайте следующий я. Хватит там линки распускать. Так. Что тут у меня? Не знаю. Ага. Я. Давай, отходим. Отдышали. Элементарно. Давай. Клух. Нет. Блядь. Нет. А, да, да, вот это же элементарно. Боже мой, какой тупой. Ну ты же говорила, не будешь меня больше. Давай, тебе кажется, играем дальше, говори. Он не может отгадать слово, они над этим прикалываются. Слушай, я не понимаю, что ты пока скажешь. А ты гадай. Ты же говорила, что... Боже мой, что у меня с аппаратом, капец. Я не могу с таким аппаратом вообще играть и жить. Давай хоть ты попробуй. Блядь. Правильно. Боже мой, ты капец какой тупой. Я даже не могу с тобой играть на баре. Да. Нет. Мне все понятно, давай. Избушка. Это элементарно, отгадывай. Боже, я не могу с таким даже играть, не то, чтобы общаться. Боже мой. Это ты ведь и этого права. Ты на слове отгадать не можешь. Избушка. Нет. Избушка в тебя в голове, которая баба Яга вышла. Боже мой, какой ты тупой. Я не могу с тобой больше общаться. Я не знаю, почему. Ну, не, ну, он вообще вот так с ним обращается. Посмотрите, тут не хочет. Они прямо, они не смеются над ним. Давай, отгадуй. Ты даже подумать не можешь. Давай. И то даже бомж на проходе лучше знаешь, чем ты. Как с тобой играть, смотри. Давай. Можно самым играть. Элементарные игры. Ну, я не могу понять. Давай. Ну, подскажи еще что-то. Давай, отгадуй, подскажи. Никаких подсказок. Последнее другое слово. Как ты думаешь, что это? Давай. Ну, не знаю. Все, я не могу с ним так играть. Боже мой, что ты еще раз играть? Боже мой, он бездарный. Просто я не могу. У меня с тобой все в полности вообще. На, давай, отгадуй. Мы отгадывать будем. Плакса. Плакса, блин. Мамечка, на сопля. И в школе, и на улице, и дома. Он просто тут не может вообще нормально играть. Я не понимаю, кто из тебя вырастет, когда ты в будущем будешь кем-то. Только о своем игре думаешь. Да. Почему ты так со мной? Потому что ты бездарный. Ты капец. Ты не можешь даже элементарно ничего сделать. У тебя в будущем будут такие проблемы, что капец. Я не знаю, тебя примут даже на мусоросвалку собирать что-нибудь. Ты даже бомжом вряд ли будешь. Ты никем будешь, понял? С таким мозгом, как у тебя. Ты думаешь только про свои игры. Почему? Потому что ты, ой, ты не можешь нормально ничего сделать. Ты никем не будешь, не станешь. Ты же в обычную игру не можешь сыграть. Я просто, знаете, поражаюсь иногда таким моментом, когда в семье происходит такое, когда брат на брата, там, сестра на сестру. Да. Вы непонятно показываете. Я не могу отказать. Ты, ты серьезно, у тебя ничего не получится. Не то, что вы тут, дома. У тебя в жизни ничего не получится. Ты просто... Слушай, меня сидим. Пока его нету, давай вот этот стул ныльем. Вот прикол будет. Да, давай. Только не переборщи, а то он может заметить. Давай. Давай, давай. Молодец. Отлично получилось. Сейчас, давай, давай, все, тихо. Иди сюда. Иди сюда. Прикольно. Давай. Давай. Что ты, человек? Мне не нравится. Боже мой. Ты сел на воду. Все, у тебя теперь, все. Все, господи. Ты теперь не просто... Почему мы так сделали? Потому что это прикол. Это смешно. Ого. Ну раз и можно так вести себя. Боже мой, теперь у нас мальчик сходил в туалет. Ты смешно. Боже мой. Не смешно. Смешно еще как. Давай садись. У нас же будет как-то на тобой прикольнуться. Мы сейчас учим тюк-тюк заснимем. Вот и гулять. Да, и будешь у нас мемов. Капец, на тобой все жарят будут. Весьма его тебя узнает. Ой, да. Боже мой, какая-то я жарят. Ой, я не могу. Вот плакса. Согласен. А они прям заливаются. Ну, как им хорошо. Это кошмар. Слушай, может, мы реально чуть-чуть с водой переборщили? Ну да. Давай, я тебя успокой, а то он сейчас... Пойдем, все. Плак, садись. Давай продолжите врать. Я не хочу с вами большим тюриком играть. Вы меня обойдите постоянно. За то, что я не могу откатать. Что? Чтоб ты знал, если ты уже отказался, то ты значишь, что ты проиграл. А это означает, что ты... А знаешь, какие правила? Ты слышала? Это новое правило. Будешь теперь знать. В крокодиле. А они есть. Вот сейчас ты получишь подушкой. Толго тебе никакого. Согласен полностью. Хватит плакать. Сидел еще умойся. Давай, давай. Иди. Слушай, мне идея есть. Давай покрощим свет и покрощим страшную музыку. Давай. Ну, я ему устрою. Ну, ты посмотри. Нет. Неси телефон. Сейчас будут твои неприятные звуки, которые ты очень сильно не любишь. За него еще заперли. Так, все, мы... Я больше не могу на это смотреть. Быстрее. Сейчас будет зомби или привидение. Жди. Тебе мама не поверит. Ну, ты, конечно, не могу в это поверить. Это просто безумие какое-то. Это ужасно. Как он мог вообще? Выходи. Мне было очень жаль, что так получилось. Что происходит? Мама, что ты делаешь? Ты должна быть на работе. Выходи с этого. Как вы вообще могли? На работе? Ты что делаешь? Ты забыл, что это твой брат? Даня, как ты мог? Мы все видели. Здесь камеры везде стоят. Какие камеры? Что они сделали? Вы за нами следили? Вы врете. Везде следили. Конечно, следили. Мама решила проверить тебя. Поставила камеры везде, чтобы проверить, как ты к нему относишься. Хорошо я к нему отношусь. Нет. В смысле? Мы все видели, как ты там к нему относишься. Как вы над ним... Блин, он маленький. Младше тебя вообще. Как ты мог? Мы играли, это игры были. А то правила игры такие были. А ты, Соня, тоже хороша. Ты что, не знаешь, что ты должен быть примером ему? Защищать его? Помогать? Подсказывать? Это вообще ужасно. Как ты мог вообще? А что в квартире здесь происходит? Это игры были. Какие игры? Ты все врешь. Я видела, какие игры у нас были. Зачем ты там и сидела? Я уже взрослый, достаточно быть. Он нам не доверялся. Хороший взрослый. Посмотри вон на брака своего. Егорка, как ты? Нормально. Нормально. Это он сам виноват. Он здесь бесился, кричал и все делал. Он нам мешал, поэтому мы его закрыли. Да все видели, что ты говоришь. Мы все видели, ты заправдываешься. Как так можно было? Данил, с тобой предстоит серьезный разговор. Я тут не виноват. Это он сам сидит. Да как ты можешь так говорить мне? Он не виноват. Я все видела. Ты знаешь, что с ним происходит в последнее время? Он не разговаривает со мной. Он не хочет играть. Он постоянно ждет, пока я вернусь домой с работы. Ты понимаешь, что он уже боится заходить? Потому что знает, чтобы над ним быть. Это было первый раз, и то это была игра. Это все ради нее? Нет. Ты все из-за Сони это делаешь? С чего ты все ламываешь? Потому что видела, как ты сразу меняешься в лице. Нет. Ты хороший, ты поиграешь с ним. Спрашиваешь про учебу. Пришла Соня, все, Данил поменялся. А ты, Соня, тоже хороша. Мы играли. У тебя игры хорошие у тебя. У тебя родители, педагоги. Я всегда встречалась. Смотрела и на твои танцы, и на твои уроки. Как ты всегда занималась. А тут оказывается, что? Какая игра? Над ним вот это вот... Как тебя не стыдно? Блин, подушка имя его. Я сам этого захотела. Игра в подушке, вот это что вы делали. Карты вы у него выбивали. Так. Блин, это ужасно вообще. С тобой предстоит отдельный разговор вместе с своими родителями. Я сейчас им позвоню и их приглашу к нам. Мам, не надо все нормально, он сам этого захотел. Я вижу, как нормально. Он захотел, ты сейчас серьезно? Мама все видела по камерам. Полностью, что вы делали. А как тебе не стыдно? Да посмотри, он еще и улыбается, а? Да посмотри на него. Где твоя совесть? Это ужасно. Ты что хочешь, чтобы аппарат? Думаешь, шутки это или что? Нет, это он так захотел играть. Ты знаешь, как это называется? Он мог вам сообщить. Я могу сообщить другое место. Он боялся маме сказать вообще. Он просто не разговаривал, перестал учиться. То есть это не первый раз получается. Конечно. Он сам от вас захотел. Почему ты двоечник? Ты должен быть примером вообще. Правильно? Это получается так. Устроили здесь сильные. Сильные разборки устраивают. Посмотри на него. Бедный, мы и мокрый. И помятый весь. И весь заплаканный. Вы хорошие. Я с ним проведу отдельную беседу. Все. Это больше не повторится. Мы не виноваты. Угу. Не, ну он продолжает оправдываться. Они виноваты. Блин, ты все же записывала. Что ты оправдываешь? Что значит не виноваты? Все видно было. Что значит не виноваты? Я все видела. Я когда увидела, я бежала. Я просто не могла поверить своим глазам. У меня слов нет на то, что я видела. Что ты молчишь? Объясняй мне, что здесь происходило. Короче, попали вы. Мама все видела. Так что теперь ты точно без компьютера будешь без телефона и под присмотром. На твоем месте я бы созналась и сказала, мама, прости. И попросила прощения у брата. А ты еще тут улыбаешься и оправдываешься. И ты тоже, Соня. Как ты, Егор? Не волнуйся. Нормально. Мы все видели, не волнуйся. Мама все знает. Юрий, я вам очень благодарна, что вы помогли нам разобраться со всей этой историей. Потому что я уже перепробовала все способы. Сама пыталась и в школу сходить. И все. И не могла понять, в чем проблема. А проблема, оказывается, под носом была. Ты должна за нами следить. Я проверила все уже способы. И в школу сходила, и на кружок. Узнала везде. Никто его не видел. И все в порядке. А домой он боялся приходить. Поэтому я и поставила камеры. Чтобы проверить вас, как вы себя ведете дома, когда мамы дома нет. Да это в первый раз было. Ты чисто случайно сходил. Да, конечно. Он уже месяц так говорят, что перестал учиться и разговаривать. И гулять не хочет даже. Старше его. Как можно вообще? Ты понимаешь, что у него можно на всю жизнь так отложиться? И спрашивать постоянно. От родного брата. Как он тебя будет в ВСП? Скоро придешь с работы. Оказывается, вот в чем проблема. Он спать нормально не может. Ты даже об этом не знал. Тебе поприкалываться только. С подружкой над ним. В игры поиграть. Ты знаешь, что она всю жизнь будет? Нет, не будет. Будет. Он будет потом постоянно всегда будет вот это происходить у нас. Какой ты старший брат? Ты вообще тебя братом назвать сложно, понимаешь? Возьми над ровесником так поприкалывайся. Смотришь. В этой ситуации я просто не знаю, что бы делала, если бы не вы. Потому что такое увидеть для мамы, которая всегда показывала, как надо правильно общаться со своими сверстниками, как вести себя в обществе. Она увидела. Спасибо, сынок. Ладно, я тогда пойду. Вы тут уже сами разберитесь с родителями Сони, уже с ним. Сами решите, что будет. Ладно, что вы все поняли, в чем причина была. Мы уже разберемся сами. Все, держись, Егор. Ты молодец. Все нормально будет. До свидания. Пока. Огромное вам спасибо, что вы помогли. Да, не за что. Если бы не вы, это, наверное, продолжалось бы бесконечно. Да, все будет нормально. Думаю, разберетесь просто так вот. Они там все выясняют отношения. Я пошел тогда. Все, будьте здоровы, если что, звоните. Все будет, я думаю, хорошо. Главное, что вы в курсе. Да. На площадке, они сказали, будут ждать здесь. Сейчас узнаем, как дела. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Привет. Какая встреча. Здорово. Это вас ученик. Как ты? Да все отлично. Привет, спускайся. Давай, спускайся. Как ты поживаешь? Нормально. Все нормально? Да, мы уже помирились. Мы уже помирились. Все отлично у нас теперь. Никаких драк, ни ссор, ни все с кино. Входим вместе на футбол. Что еще? Ну, много чего можно рассказать. Кино вчера ходили. Кино вчера ходили. Что за кино? Ну, очень интересно. Я забыла. О, Соня, привет. Как ты? Здравствуй, Сонечка. Здравствуйте. Что, как с родителями поговорила? Хорошо. Поняли? Да, ты поняла? Да. Ну, это главное. Потому что, ну, ты видишь, он поменьше и типа так нельзя, по сути, делать. Он улыбается. Да. Главное, что они помирились. Все нормально? Все хорошо, да. Все нормально. Драк, нет, ссор, нет. Все отлично. Вместе ходим вместе. Ну, очень все нормально. Ну, это круто. Что-то мама говорила, что там секцию записали? Футбол или что-то? Да, да, да. Начали футболом заниматься. Очень хорошо у них это получается. Данил, брат, Дарь. Егор у нас нападающий. Да? Да. Ну, это круто. Что в школе? Ну, нормально. Все хорошо, нормально. У тесор все отлично у нас. Ну, как еще и по-другому. Ты расскажи, когда ты не звонок. Ну, и последний звонок. Мы еще, когда хором все вместе выступали, вот там песни. Ну, короче, все было очень хорошо. Что за песни? Ну, да, как там... Последний звонок. А, то есть, типа, перед, ну... Ну, да. Типа на лето, на каникулы, да? Да, да, да. Книги задали читать. Попели, да. Попели, короче, было очень хорошо. Мы спели все отлично, потом отпраздновали и порасходились. Ну, короче, все хорошо закончилось. Что, Егор, как ты? Нормально. Точно? Да. Потому что ты уныл. Нет. Все good? Да, да. Что, вы в игры играете? Да. Да. Ну, не так уж часто, не часто больше уделяем здесь. На улице, да. Ага. Ну, это круто. Это хорошо. Главное, что мама не волнуется. Немножко с погодой нам, конечно, не повезло. Так мы обычно бадминтон с собой берем, играем все вместе. Два на два. Ага. Ну, и еще я помню. Помнишь, как мы с тобой окуня ставили вот такого агума? Мы потом притащили, маму приготовила, очень вкусно было. И все, конечно, хорошо было. Помнишь? Да, да. А помнишь, как мы в аквапарк ездили? Там все вместе. А, мы вместе в аквапарк? Мы в аквапарке были. Так это... Дельфины с особой одна были. Очень много всех было. Так это классно. Ярные орки. А, молодцы, молодцы. Чуть-чуть страшно было, но вы жили. Адреналин был большой. Ну, вы такой адреналин маме сделали с этим вообще моментом. Потому что мама-то так переживала за вас. Ну, такого больше не повторится, переживать нечет. Ну, это главное. Потому что ты же понимаешь, камеры будут везде. Если что... Да. Да. Вы теперь дружная семья. И Сонечка тоже с нами. Ну, это классно. Приво, фигеть. Ну, еще я помню, почему мы так все делали. Потому что я помню, во втором классе это все началось. Меня там тоже старшеклассники обижали. И все остальное. Ну, а потом я тоже думал, что это хорошо. Типа, ну да. Типа, ныть в ладу над меньшими. Ну, и потом вот это все началось делать. Но потом осознал, что это очень плохо. Ну, и вот видите, все отлично. Все у нас хорошо. И хочу сказать, что ну реально драться и всех обижать и биться, это очень плохо. Так никогда не заделать. Мы теперь отлично общаемся, все дружим. Да нет, реально молодцы, что оно переосмыслили. Потому что, потому что я не мог смотреть этот видос, когда что было. Типа, я понимаю, что какая-то, может быть, была обида с того, что тебя кто-то обижал из-за этого в школе. И ты как-то так на братья младшему сорвался. Но главное, что ты понял. Главное, что ты понял. Ну да, я понял. Это очень плохо. Ты понимаешь, он же маленький. И через время ему могло это отложиться. И потом были бы проблемы у него. Ну да, ты физика выполнялась. Ну да, ну видите, вы это понимаете. И через некоторое время он бы срывался бы на других. Ну да, это что переходит, понимаешь, замкнутый круг такой. Поэтому, что вы поняли, это хорошо. Ну что вы дружите, это главное, что помогаешь брату. Потому что ты, наверное, ты, получается, мама видишь, у вас папа нету, поэтому ты глава в семье. И ты должен отвечать за своего младшего брата и за маму, и маме ей помогать. Да, они мне стали очень помогать. Я очень рада, что вы тогда нам помогли, поэтому огромная вам благодарность от нашей семьи. Да, не за что, если вдруг там какие-то моменты тоже звоните. Ну просили помочь, проверить. Я вот поставил, проверил. Такое. Ну хорошо, я рад, что все хорошо, тогда я пошел. Да, мы очень вам помогли, да, удачи. Да, давайте, ребята, короче, не обижайте, будьте здоровы, давай еще раз. Ведите себя хорошо и главное слушайтесь родителей. Потому что у вас они единственные, кто у вас есть. Все, пока-пока, я пошел. Пишите, звоните. Бай-бай. Ой, друзья, короче, все хорошо, у них закончилось, я очень рад. Ой. Потому что после того момента я понимаю, что какой-то осадок у них остался, что нельзя так вести себя с младшим братом. Но я надеюсь, что они все осознали, это самое главное. Поэтому, друзья, я рад, что у них все хорошо, что все-все хорошо закончилось. А вы, естественно, поддержите меня лайком на канал, подпишитесь, поставьте колокольчик и смотрите новые серии, потому что они будут, как всегда, всегда самые интересные для вас. Все, всех обнялся, беру благополучно, увидимся в новых видосах. Пока-пока.